Вопрос, касающийся выбора профессии, всегда являлся в какой-то степени трепетным. Ведь молодые люди, будущие абитуриенты, по сути, должны принять очень важное решение, от которого в последующем будет зависеть их жизнь. Определиться с выбором помогают профориентационные мероприятия, которые проводятся для школьников на протяжении всего учебного года. Недавно на одной из таких встреч со школьниками побывали мои коллеги, посвятив ребят в профессию тележурналиста. Профессия журналиста, какой бы на первый взгляд она ни казалась романтичной и даже авантюрной, отнюдь не является легкой. Она трудоемкая как в физическом, так и в эмоциональном плане. Обычно журналистов называют акулами пера, ведь это именно те люди, которые при помощи слова могут донести очень важные истины до широкой аудитории. На самом деле писать тексты – это далеко не единственная их задача. Журналисты выполняют целую цепочку действий – от поиска героя и сбора материала до монтажа роликов и верстки материалов. Именно об этом шла речь на встречу представителей телерадиокомпании «Пинск» с будущими абитуриентами, для которых было организовано профориентационное мероприятие. Директор телерадиокомпании «Пинск» Александр Будгусаим рассказал учащимся школ города о том, в чем особенность работы в тележурналистике, чем живет сегодня телеканал, над какими проектами работает и какие важные задачи осуществляет. Мероприятия подобного плана очень важны. Они помогают учащимся увидеть тонкости определенной профессии. Очень здорово, что у школьников есть интерес такой профессии, как журналистика, и в частности к тележурналистике. Я думаю, будет здорово после обучения в университете увидеть их в стенах нашей организации. В качестве примера ребятам продемонстрировали один из видеороликов, над которым работал творческий коллектив телеканала. Рассказали о том, как создаются видеосюжеты, какие сложные этапы проходят, прежде чем их увидит телезритель. На встрече школьники узнали о том, какими качествами обладает журналист, о том, что работа журналиста включает в себя умение писать и говорить. Он должен быть коммуникабельным, активным, целеустремленным и справедливым. Эта творческая и интересная профессия захватывает, и, возможно, в будущем кто-то из этих ребят станет известным журналистом, репортером или оператором. В первую очередь это польза ученикам, чтобы они бы определялись, куда именно поступать, и, собственно, вузам, колледжам. Это полезно тем, чтобы, ну, чем больше к ним абитуриентов поступить, тем им будет выгоднее. Я снова и снова убеждаюсь в том, что это интересная профессия, ну, в ней никогда не бывает скучно, и то, что мои навыки и мои какие-то способности подходят к этой профессии. Сегодняшняя встреча стала для меня полезной. Я сделал для себя много выводов полезных, и думаю, что они повлияют в моем выборе профессии будущей. Подобные профориентационные мероприятия проводятся на протяжении всего учебного года с представителями различных профессий. На таких встречах будущие абитуриенты задают интересующие их вопросы, чуть глубже окунаются в тонкости и нюансы профессии. Продолжение следует...